друзья приветствую с вами станислав магазин гироскутер shop по просьбе к наших клиентов давали обратную связь и сделать обзоры или там просто сравнение небольшое по поводу обновленных ультронов 108 128 решили как раз не пилить и скажем так видео разные сейчас бегло пробежимся в чем соответственно они отличаются от предыдущей версии да то есть перед нами мы видим с вами версия про 3.2 да то есть соответственно поговорим в этом видео в чем отличается от предыдущей модификации ну и пробежимся по общих его характеристикам комплектации для тех людей которые соответственно мало знакомы вообще с этими самокатами что поехали итак друзья для тех людей которые мало знакомы с этими моделями давайте пробежимся по характеристикам по его возможно по этим самокатам и так оба самоката это топ и модели серии самокат ультрон 128 108 у них характеристики идентичны то есть у них емкость аккумулятора составляет 35 ампер часов 60 вольтовый мощность мотора колеса 6000 ватт по 3000 ватт каждое мотор колесо максимальная скорость по заявлению производителя достигает до 80 85 километров пробег на одной зарядке около 70 80 ну как говорил во многих видео предыдущих которые мы снимали что скорость что пробег на одной зарядке зависит от многих факторов это вес райдера манера езды местность по которой катаетесь да то есть все эти факторы конечно же нужно учитывать что касаемо максимальной нагрузки данного самоката да то максимальная нагрузка выдержит до 150 килограмм здесь ультрон вообще сам по себе славится хорошим складным механизмом то есть минимально здесь возможность появления каких-то люфтов то в отличие от каких-то других аналогичных скажем так по характеристикам самокат в комплекте скажем так в данных самокатах идет она достаточно принципе жирно если сравнить опять же с тем же самым мини моторсом да на 128 стоят квадратный арктик фары сейчас мы включим покажем как они светятся вот такие красивые стильные на 108 тоже арктик стоят но в стиле в круглом да то есть так вот таком из той же серии такие красивые стильные по умолчанию везде стоит электронный сигнал для удобства вольтметр стандартно бортовой компьютеры бортовой компьютер и серии m668 которые принципе многие уже наверно знают работает специально с синусными контроллерами так как у этих самокатов контроллеры синусный 45 ампер каждый контроллер у нас на находится с вами по боковой части также в крышках сбоку находится вынос здесь у нас все без изменений подвес как вы видите маятникового типа здесь стоит капсула здесь внутри находится пружина что мне нравится в этих вообще самокатах тем в том что в принципе что 108 что 128 легко поддаются кастому да то есть тюнингу и спокойно можно те же самые подвески менять и ставить любые хоть там газомасляные любые на ваше усмотрение плюс ко всему эти самокат сейчас очень такая распространенная тема пошла с колесами 13 дюймов 14 дюймов и принципе эти самокаты легко можно модернизировать поменяв здесь только рычаги и поставив на эти же моторы покрышки 13-14 дюймов то что многие клиенты думают что здесь нужно менять моторы нет друзья спокойно можно снять покрышку поставить сюда на этот же мотор заводской покрышки 13-14 дюймов не принципе самокат у вас уже будет с новыми колесами и клирес увеличится на порядок выше в комплекте как вы видите комплектации данного самоката да то есть у каждого идет сиденье идет брызговик в комплекте мультитул и зарядное устройство на 2 ампер часа но так как у каждого самоката вы кто не знает скажу два порта то есть если вы обратите внимание справа страны у каждых самокатов идут два порта то есть можно куда купить вторую зарядное устройство заряжать соответственно с двумя зарядками с одной зарядки временно будет примерно около до полного заряда зарядки в районе 15 18 часов с двумя в районе соответственно 8-10 часов но также можно здесь использовать быструю зарядку я рекомендую не более 5 ампер часов тогда в этом случае зарядка будет еще быстрее в чем кардинальное отличие 108 128 те же люди кто не знает это в том что визуально дизайн как вы видите и конечно же что 108 руль регулируется по высоте у 128 не регулируется по высоте здесь у нас обновленный складной как на последних принципе на двух или трех модификации ультронов складной с защелкой все достаточно просто кто не знает покажу да то есть как работает убрали сложили все пожалуйста руль сам по себе он такой распространенный очень удобный тоже люфт какой то здесь он минимально возможно появление но самое главное он очень удобно с точки зрения транспортабельности хранения и так в принципе здесь мы с вами поговорили касаемо его пробежались по характеристикам для тех людей кто не знал тормоза состоят гидравлика что на 108 что на 128 в принципе наверное это все теперь давайте вернемся к тому в чем отличие версия про 3.2 от предыдущей модификации 3.1 3 3.0 образно вот так и так визуально вы заметили что у нас с вами скажем так мелочь но все же приятно поменялся оплетка оплетка стала скажем так в стилистике практически это мини-мотроса красиво кстати тогда аккуратненько стало плюс что у нас с вами изменилось это изменилось у нас с вами тормозная система если вы обратили внимание здесь у нас с вами изменились тормозная машинка сама по себе вот и вы видите да то есть она стала другой и плюс еще ко всему здесь у нас с вами такой стал вынос регулировки тормозной системы то есть плавность можно регулировать мягче или пожестче с помощью этого колесика да то есть удобно сейчас я подкачу другой самокат один там покажу вам для сравнения с предыдущей модификации самоката то же самое ультрона ну вот друзья давайте с вами посмотрим для сравнения чтобы вы понимали уже да то есть это вот нас 118 ультрон 3.1 версия скажем так тоже последняя да то есть но здесь вы увидите оплетка предыдущий остался тормозная машинка да она она отличается посмотрите здесь да как она выглядит и на 118 например посмотреть также как и колесик здесь колесик у нас с вами нету как такового только шестигранным ключом можно регулировать мягкость и плавность но в принципе вот этот момент ну и самое главное не самое главное но немаловажная часть что изменилось у нас с вами сиденье у всех самокатов сейчас нынешних обновленных вот что 108 что 128 в принципе последних модификаций ультрон сиденье теперь идут такие вот широкой системой то есть вот посмотрите да то есть это похоже на куга джи бустер скажем так такие да используются на самом деле очень комфортное потому что много клиентов говорили что те стоковые сиденья которые были на предыдущих ультронах они по дизайну скажем так неплохие смотрятся но с точки зрения сидеть долго ехать на самокате да то есть пятая точка устает и поэтому хотелось бы что-то помягче ну вот соответственно хорошо что завод получил обратную связь мы донесли тоже до завода и они все-таки внедрили вот это сиденье да то есть мелочь но приятно поэтому давайте друзья с вами резюмируем что у нас с изменилась вообще в самокат 3.2 про от предыдущий это оплетка раз тормозная система 2 то есть той же фирмы но она уже улучшена и сама по себе и третье это сиденье сидушка изменилась вот самые основные изменения в между 3.1 и 3.2 про вот что хотелось бы от себя сказать да то есть кто будет покупать такие самокаты друзья обязательно нужно понимать что самокат нуждается безусловно это защите от воды если вы планируете есть в дождливую погоду то делать гидроизоляцию будете его делать это самостоятельно либо это можете сделать у нас при покупке самоката сразу просто скажу что если вы делать это самостоятельно да то есть гидроизоляцию за залазить вообще в самокат делать какие-то скажем так дополнительные опции самостоятельно то здесь гарантии конечно вы слетаете и гарантии вы несете уже самостоятельно просто Бывает, что клиенты думают, что купив самокат и сделав свою гидроизоляцию или залезть в кредит деку, что-то там пофэншуить, доработать, GPS трекер поставить или еще что-то либо, соответственно, гарантия остается. Нет, друзья, на самом деле, такого чисто из теории не может быть. Поэтому, друзья, если вы самостоятельно хотите все-таки сделать какие-то дополнительные опции, имейте в виду, что дальше гарантия будет уже на ваших руках и ваших плечах. Поэтому здесь рекомендую не экономить, потому что самокат, во-первых, самый дешевый, скажем так, то есть стоит немало денег и экономить там какую-то небольшую сумму на гидроизоляцию у хороших специализированных, скажем так, с профессионалов, которые уже руку набили и знают, что как это делать, лучше сделать. Итак, друзья, на момент съемок, сегодня у нас 1 марта, стоимость данных самокатов 108-го Pro версии 3.2 127 тысяч рублей, 128-й 130 тысяч рублей. По ценам я пробежался, сразу скажу, не затягивайтесь с покупкой, если кто хотел, потому что цены будут повышаться. Не могу сказать, насколько повысится, но, тем не менее, повышение однозначно еще будет. Поэтому мы стараемся, конечно, держать максимально доступную цену для вас, клиенты, но имейте в виду, что ближе к сезону, сезон уже, в принципе, начинается, будет дефицит товара и повышение цены однозначно. Так что, кто еще не купил, пожалуйста, приезжайте, заказывайте. Последняя модификация, то есть все оригинал, пожалуйста, то есть при желании, как говорится, любой каприз за ваши деньги, если нужно, мы можем разобрать, вскрыть и показать, что там все стоит оригинально, аккумулятор 35 ампер, да, то есть последняя модификация, все оригинальное в соответствии, как все и должно быть с завода именно Ультрон. Ну что, друзья, в этом видео кататься на самокате, наверное, не буду. Хотел, если честно, покататься, но что-то посмотрел сейчас слякотно за окном. Ну и плюс ко всему, как таковых отличий с точки зрения тяговитости я не заметил. Я ранее катался на этих самокатах обновленных, поэтому моторы остались те же, начинка тоже самая. Поэтому здесь только пробежали с вами по изменениям, потому что, повторюсь, по многочисленным просьбам решили заснять и просто рассказать для тех, кто не знает или не понимает или не знал, в чем отличие по данным обновлениям этих самокатов. Я вас жду у нас в магазине. Магазин у нас находится Москва, метро 95-го года, Большая Декабрьская, 3, настроение 1. Это торговый центр электроника на Пресне, павильон Б-2022. Работаем каждый день без выходных. Всем спасибо, всем удачи и пока!